Настоящие универсальные охотники, которые в одиночку справляются с самыми сложными задачами, но и для них зима может стать тяжелым испытанием. Однако развитые рефлексы, невероятное терпение и высокая скорость помогают не остаться голодным даже в самые трудные времена. Привет друзья, вы на канале время с пользой и тема сегодняшнего выпуска охота рысей зимой. Животные северного полушария по-разному приспособлены к зиме. Одни коротают холода в спячке, другие находят спасение в толще снега, третьи по-прежнему укрываются среди вечно зеленых деревьев. И лишь немногие, в том числе рысь, бросают вызов стихии. Густая зимняя шерсть помогает пережить сильные морозы, а необычайно широкие лапы позволяют с легкостью перемещаться даже по глубокому рыхлому снегу. Но куда более серьезным становится вопрос добычи пропитания, ведь расход энергии в это время года увеличивается, а привычный рацион сужается. Но даже в тяжелые времена рысь находит способ не остаться голодной. Незаметность и неслышная поступь – одни из главных преимуществ при охоте. Но зимой сливаться с местностью становится намного сложнее, ведь высокая трава и другие естественные укрытия спрятаны под слоем снега, на фоне которого маскировочная окраска также теряет эффективность. При этом даже успешное преследование добычи может быть сорвано голодными конкурентами. Превышающая в размерах пума смертельно опасна. К счастью, более скромные размеры позволяют рыжей рыси с легкостью взбираться на деревья, ветви которых вряд ли выдержат тяжелого хищника. При этом мастерство лазания может использоваться не только для спасения. Острые втяжные когти, а также ловкость и гибкость позволяют застать врасплох даже таких бдительных и прытких созданий, как белки. В трудные времена голод толкает животных на действительно отчаянные поступки, и этот неопытный охотник положил глаз на добычу пернатого гиганта. Пойманный заяц выглядит слишком аппетитно, но Беркут не собирается делиться с незваным гостем. Огромные расправленные крылья снижают решительность рыси, однако она не собирается сдаваться. Стремительная атака с воздуха может стать фатальной, но здесь на земле Беркут менее опасен, хотя его клюв по-прежнему смертоносен, а когти невероятно остры, поэтому кошка избегает открытого противостояния, но по-прежнему надеется, что у птицы не хватит терпения. Однако каждая попытка приблизиться жестко пресекается. Зоркий глаз орла не упускает противника из вида, и застать врасплох Беркута вряд ли получится. Пытаться отобрать добычу у американского барсука не менее глупая затея, ведь этот зверь точно не из тех, кто боится врагов. Обыкновенная или евразийская родственница заметно крупнее, и у нее не так много конкурентов и врагов. Однако зимой это не делает жизнь намного легче. Мелкие грызуны спрятаны под толщей снега, и лишь опытным лисам под силу достать их из надежного убежища. Стволы деревьев не становятся помехой, но местные белки и куницы заметно проворнее, ведь масса обыкновенной рыси часто превышает 20 килограмм. Поэтому все внимание охотника переключается на выслеживание зайцев, маскировка которых в это время года безупречно. Однако, как и полагается охотнику, у рыси развиты все органы чувств, и найти потенциальную добычу не составляет труда. Проблема в том, что широкие и мощные лапы зайца словно созданы для снежных забегов. Даже застегнутый врасплох бегун может вырваться из вражеских объятий. Из-за меньшего веса заяц не проваливается в снег, что позволяет увеличить отрыв и оставить кошку позади. Однако любая ошибка может в корне изменить ход погони, и хотя рысь не приспособлена к долгим забегам, она прикладывает все усилия, чтобы настигнуть прыткую цель. Невзирая на панику, заяц может постоянно менять направление, хотя кошачья гибкость в этом плане ничуть не уступает. Своевременная реакция позволяет блокировать все попытки побега. Конечно, далеко не каждая атака оканчивается успехом, ведь обычно бдительный заяц своевременно узнает о присутствии хищника, и догнать его в этом случае не представляется возможным. Грызуны также не исключаются из рациона. В поисках пищи зимой они часто покидают спасительные ходы, и бдительная рысь не может упустить такой шанс. Подкрадываясь к добыче, она уменьшает дистанцию и пытается застать мышь врасплох, что с учетом врожденной ловкости нередко оканчивается успехом. Зимующие птицы также могут утолить голод охотника, но для их поимки требуется особое мастерство, и чаще всего бдительные пернаты оставляют кошку ни с чем. Но иногда при отсутствии привычных целей, внимание охотника привлекают даже превышающие в размерах копытные. Густые леса – типичный дом евразийской рыси, и зимой здесь все еще можно стать невидимкой. У оленей превосходный слух, поэтому важно ступать предельно аккуратно. Нужно подобраться максимально близко, ведь длинные ноги делают этих животных превосходными бегунами. Даже в снегу они способны легко уйти от преследования, но в большом стаде может оказаться ослабленная или менее внимательная осыпь, у которой появляются все шансы пасть жертвой кошки. Прицельный укус в шею и паникующая добыча не успевает применить рога и копыта. Канадская рысь уступает обыкновенной ввесе, но в отчаянной ситуации кошка также может напасть на оленя. Завалить такую добычу чрезмерно сложно, а вероятность получить болезненный удар велика как никогда. И все же голодная кошка не оставляет попыток усмирить добычу и буквально вгрызается в горло. Хищница знает слабые места жертвы, а значит у нее есть шансы совладать в том числе с таким гигантом. Несмотря на превосходную приспособленность рысей к зиме, это время года все равно становится невероятно сложным, особенно для молодых особей. Далеко не всем суждено дожить до тепла, но при наличии достаточного количества зайцеобразных, даже неопытные кошки вполне могут выживать самостоятельно, и в большинстве регионов эти величественные создания чувствуют себя превосходно. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!